Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из города Щекина Тульской области, Александр Нестеров. Александр, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич, здравствуйте, коллеги! Мы рады, что вы в хорошем настроении, седина у вас не выступила, потому что я читаю некоторые публикации на других ресурсах. Мне, так сказать, шокировало несколько публикаций Андрея Мурманска. Кто-то из парней ему написал «Андрей, я все потерял, сижу с веревкой в руках». Это такое, я что-то... Не было времени, знаете, почитать. Андрей Мурманска, публикация. И он, значит, его пишет ему в ответ, успокаивает, звонит ему и так далее. Ну, Андрей Мурманск – широкая душа. Но я рад, что есть такие люди, как Андрей, естественно. Но еще больше я рад, что среди наших коллег таких настроений нет. И это понятно, почему. Потому что всю пятницу, весь понедельник вы и другие коллеги убеждали людей не входить в рынок. Какое настроение сегодня, Александр? Продолжение вчерашнего. Ралли. Продолжается ралли. То есть, сейчас давайте демонстрацию включим. Ну, тут очевидного отрицать-то нечего. То есть, пока идет разгон, пока продолжается эта истерика. Я не приветствую, ну, торговать сейчас, как бы, такие движения. Конечно же, ну, кто рискует, тот и в куражах, да. Вот. Естественно, вот, смотрите, мы буквально на открытии рынка за 40 минут уже сделали 2000 пунктов пассишки практически. Это, конечно, жесть. Давно уже было такого, давно. Уже планку словили одну сегодня. Да, была планка на 500, по-моему, там, сейчас мы посмотрим. Да, вот здесь где-то приостановили ее. На 500 где-то здесь, да, вот здесь была. Ну, там она чуть-чуть сейчас посмотрим. Я, наверное, скорее всего, думаю, если будет продолжаться такое, то сегодня торги остановят быстренько на рынке. Не дадут они развиваться ему. Ну, а там посмотрим, что будет. То есть, летит и евро вверх очень стремительно. Да, евро уже 78, 120 стоит. Евро пролетел тоже 2500, 3000 пунктов евро пролетел. От открытия 75,500, ну, да, 75 даже практически. И сейчас 78, да, даже 3500. Вот. ПрТС у нас сегодня, опять же, всех развели. Я вот вчера говорил, ребята, ситуация шортовая. Не надо лонгового воспринимать ее. То есть, буквально сегодня вот со 108 выкинули на 111 500. Это, представляете, 3500 пунктов за 5 минут, ну, там, за 10, да, и все это дело слили вниз. Просто это, ну, во всяком случае, поторговать. Я просто, понимаете, я, какой бы я ни был резкий интродэщик или технарь, да, тут могут только работать, срабатывать роботы, и то этих роботов, скорее всего, запиливают и распиливают. Просто реально, ну, встать невозможно никуда. То есть, да, ну, реально, если бы хотя бы что-то, хоть закрепились бы где-то, хотя бы полчасика, этого не дают, естественно, все сливают. Сразу выкидывают и сразу уносят вниз. То есть, быстрая торговля здесь нужна, естественно, да. Ну, и если, например, ну, как, в принципе, я сейчас предполагаю, то есть, плечи вообще откидывать полностью, да, пытаться, ну, у кого депозиты хорошие, да, пытаться без плечей брать что-то на отскоке, да, без плечей. И если попадаете в ноту, да, то есть, вас провозит нормально. Часть позы крыть, часть позы оставлять. Опять на следующем откате добавляться опять шорт, опять часть позы. То есть, и пирамида вот это выстраивает. Если у нас все продолжится, и дальше будет такая вот нисходящая динамика, может быть все очень плохо, и дальше мы можем валиться. Ну, во-первых, у нас валится сейчас на открытии вот нас. Америка пошла пониже, да, то есть, Америка-то, в принципе, она в консолидации своей. То есть, в нормальном. Ну, а наша реагирует очень плохо. А реагирует у нас два инструмента, ребят, которые раздрайвенные. Просто, если вы не хотите потерять бабла реально на интродэе и на панике, просто вот возьмите из таблицы тихущих параметров, уберите их, торгуйте бренд. Есть Газпром, который сильнее рынка, намного стоит. Газпром растет. Видите, да, и ему все без разницы. Я вам покажу еще следующую деталь, что Газпром реально покупают. Его покупают, ребят, вот. Его скупают. Его не сливают. То есть, открытие вверх, реальная коррекция, его скупают. То есть, я вчера об нем в обзоре говорил, что эта бумага сильнее всего рынка нашего сейчас. Большинство акций, то есть. Вот. Ну, и акции некоторые, ребят, которые сегодня, вчера сделали большие откупы, да, они прекрасно себя чувствуют. То есть, давайте посмотрим даже. Ну, Сбербанк, естественно, это все. Да, там, то есть. Это, наверное, будет самая худшая бумага для нас будет в этот период времени. Норильский никель потихонечку откупают. Лукойл в росте. Довольно-таки неплохо, я хочу сказать, да. Ну, волатильность повышена. Теперь не стоит брать вот эту вот волатильность. И на ближайшее время она сейчас в течение, там, двух-трех дней определит свой, в принципе, статистический АТР, да. Вот. И будет торговаться, там, рейнджами или как-то. ВТБ. ВТБ, конечно, подслили. ПРЕФ, СБЕР. Ужасно. Все, да. Пока едем. И, может быть, продолжится это падение. Вот. Вот от нефти, ребят. Ложный пробой, ребят. И на выходе вылетаем наверх. То есть, некоторые бумаги, ребята, работают в лонг. Все неплохо, да. Роснефть откупают. Магнит. Тоже неплохо чувствует себя, да. Московская биржа тоже подрос. Просто новотек откупают. Аэрофлот, конечно, в базе пока. Но ничего так вроде. АЛРОСУ давайте посмотрим, может быть популярная. АЛРОСУ на поддержке, ребят, 80. Тут надо 80 смотреть, как она себя будет отрабатывать. Как сейчас объем торгов будет идти. В Сургут неплохо отъедет. Смотрите. После Ложняка выкупают просто вообще на ура его. Опять же, давайте посмотрим час, два, три хотя бы про торговку торгов. Хрусал, кстати. Показал сегодня даже рост на открытии. Ничего такого, в принципе, не произошло. В общем, по бумагам нужно смотреть закрепление, все дела. Ну, а, естественно, вот эти чудеса, ребят, которые вы видите вот здесь, просто-напросто. Ну, как обычно, у меня одно мнение. То есть, в ралли некуда лезть. Некуда. То есть, сейчас вы купите. Сейчас через пять минут вот такая шпилька на тысячу пунктов вниз. И все. Сейчас три шпильки, потом коррекция какая-то будет. Ну, реально, давайте будем смотреть сейчас мы доллар-рубль том посмотрим. И недельный график, который у нас, в принципе, рвет сейчас, да. И выходит в базу. Очень сильно вышел в эту базу. Вот. Давайте будем смотреть, насколько все это будет действие продолжаться. Конечно, эта неделя не плодотворная для меня лично будет, да. Посмотрю, конечно, заранее не буду говорить. Во всяком случае, ну, может быть, я посмотрю, как из каких-нибудь инструментов себе, да. Что-то поторговать, которые более-менее такое, статистическое, да. В ралли я не попал, ребят. Ни в РТС, ни в СИЖКУ. Вот. Я был не готов. Я не готовился к этому. Ну, и, естественно, я в кэше остался. Вот. То есть, я покрылся, еще раз повторяю, да. Покрылся в пятницу вообще полностью. Все портфели на акциях. Вот. В прямом эфире ты говорил. И в ролике записывал. На данный момент, давайте я вам просто предположение сделаю. Если эта неделя закрывается выше 60. Выше 61. То есть, на возврате следующей недели мы будем смотреть поддержку, да, на этом уровне. То есть, если вдруг мы закрепляемся и выходим, и отсюда у нас будет ретест, то мы едем на 67 и на 68. Далее уже, конечно же, если все это будет складываться и здесь будут очень сильно удерживать доллар-рубль, да, то я предполагаю, что можем мы пробить 67 и 68. Насмотреть, какая сила. Ну, натиск силы. Вы представляете, второй день у нас такой бомбеж идет. То есть, очень сильно, да, растет. То есть, разгон может продолжиться. Паника может поддержать весь этот рост. Естественно, на каком-то уровне все равно будет сброс позы. Будет по-любому. От этого никто не взрекается. То есть, все это явно и понятно, что постоянно вот этого взрыва не будет. Сейчас, мое такое мнение, да, воспалят умы тех, кто все-таки ждет 200, как обычно, да. Опять же, я не точно в этом говорю, что, ну, буду смотреть по динамике рынка. Но, в любом случае, если сейчас полезут те, кто ждет 200, да, и они туда хорошенько на хаяк сейчас залезут, то реально их потом сольют. И потом будет все нормально, опять обыкновенная торговля. Их опять посадят рублей по 70 в доллар. И мы уедем опять на низ. Так что, я считаю, пока у вас есть денежки, не пулите зря. Есть инструменты, если вы трейдера, да, есть инструменты, которые торгуются нормально. Есть нефть, смотрите, которая в данной ситуации, ребята, очень неплохо себя чувствует. Очень неплохо. Сейчас мы посмотрим. Без всяких катаклизмов, без всяких. Посмотрите, нефть на открытие, как стрелянуло. Просто вот 69,50. И если мы подтягиваемся к 70, а такие росты, вы сами знаете, что не сливаются быстро, да. Все тут в преддвериях идет на сопротивление и пробой сопротивления. Здесь работает статистика, здесь работают четко статистические отары. Да, это не хаос, не паника, как идет сейчас на российском рубле. Так что здесь может быть элементарно пробой. И тогда мы увидим уже новые высоты. А потом доллар, рубль под нефть подкорректируют. То есть, как надо. Там все будет нормально. Ну что еще посмотрим? Давайте Сбер посмотрим. Сбер не особо, конечно. Вот сопротивление это было. То есть, его сегодня четко отработали верхи. 22,300. Вот. То есть, мы ушли ниже вот этой зоны, да. И вот на возврате она выступила сопротивлением. Еще раз повторяю, Газпром чувствует себя лучше всех. Лучше всех наших голубых. Так, ну что еще можем посмотреть? Давайте посмотрим на Форекс, на золото, да. В перспективе золота, давайте. Золото не собираются, ребят, лить. Я как понял тогда. Золото скупают второй день. В принципе, да. То есть, подтягивает, подтягивает, подтягивает. Конечно, тут сейчас такая волатильность поменьше, да, сейчас стало. Но в любом случае, если она будет вырываться куда-то вот выше 1350-1348, все-таки пока сохраняется тот настрой, что золото пойдет повыше. Евробакс. Также пока в растущей тенденции, да. Единственное, вот я вчера говорил, что надо ты 1,2350, там, 1,2340 закрыть повыше. И мы можем увидеть еще дальнейший рост. Фунт-доллар также растет неплохо. Ну, и я жду вот примерно вот этих высот 1,4270, 2. Канадец неплохо валится. То есть, вчера вообще прекрасно сходил. Ну, тут где-то, думаю, будет какая-то коррекционный момент, остановочка, да. Какая-то коррекция. Австралиец вырос. Сегодня новозеландец также вырос против доллара. Естественно, только один наш. И иена подрастает, да. То есть, иена снижается против доллара. Вот. Все остальное, в принципе, в рамках статистики все нормально. Идут все по трендам. Единственное, наш рублишко, который мотают, как хотят его, короче. Стабильность рубля у нас нету. Стабильности нету. Вот все валюты, видите, как ходят. АТАРы. Где-то пробойчик произошел. Какого-то поддержки там, да. Прям бум-бум-бум-бум свалились. Бум-бум-бум откорректировались. У нас такого нет. Если у нас вон идет ралли, то у нас идет прям сразу всех на помойку выкидывали. Так что, актив очень... И кто залез, ребят, конечно, я вас поздравляю. Да, ну, в принципе, за такое движение можно было, конечно, поболеть, посидеть. И все нормально. Вот. В принципе, все по рынку. Что? Если задавать какие-то вопросы, может, какие-то акции или что-то... Ну, ребят, здесь в данной ситуации по той системе, по которой по технике я рассматриваю, да, по поведению рынка, здесь особо пока смотреть нечего. Спекулятивно есть инструменты, которые более-менее... А при чем тут? Я не говорил, что на 50. Ну, говорил, что если мы... Так, ребята, вот смотрите. Если вы следите за моими обзорами и за моими выступлениями здесь, я вам сказал, выходим выше 58, следующий уровень какой? 59-50. Выходим сюда выше, канал 61. Я же не отрицал этого. Выходим за канал, вы посмотрите мои предыдущие все обзоры. Вот сейчас мы вышли, мы импульсно пробили его, да? Я теперь жду, ждать буду остановки, я не буду залезать на этих моментах, я буду ждать для себя четкий вход, четкую короткую ситуацию, то есть длинную, да? Ну, где мне можно прикрепиться ко всей возне, да? Да, естественно, АТР повысился, естественно, я буду выжидать тех моментов, которые мне более понятны, чтобы для меня было понятен и стоп, и чтобы меня не мутузило. Ну, вот здесь вы залезете, 5 секунд сделки посидите, я вам говорю, как вчера в РТСе, да? Стоило залезть, например, да? И через 5 секунд вам вас шпильками бабахает, то есть. А чего его поздравлять-то? Я его не буду поздравлять по одной простой причине, он логики рынки не понимает все равно. Когда мы валились, когда мы валились, да, единственное, что я здесь не встал, в лонг, и все. У меня он ученики, некоторые в лонг торгуют. Да, он уже Николай Мартынов может быть уже в Таиланде сидит. В Таиланде, он на росте пересидеть, вот это все, это называется угадай-ка, это не трейдинг, ребят. Это называется просто угадай-ка, обыкновенное. Когда мы шортили все, мы зарабатывали на шорте, а сейчас пересиживать, а если не было бы такого? И логики нет никакой. Это не трейдинг называется, называется угадай-ка, сесть инвестирование в рубли и все. Сейчас вот посмотрим, давайте, я сейчас не то чтобы что-то делаю, я и не злорадствую ему, то есть, ну я просто обыкновенно объясняю вам по технике, по тем трейдерам, как мы все торгуем. Мы выживаем в рынке, то есть, мы видим шортовое движение, мы его берем, мы работаем по тренду. Если мы видим лонговое движение, мы работаем в лонг, но в данной ситуации два дня бешеного роста, просто невозможно было куда-то впилиться. Если, конечно, у вас на депозитах по 30 тысяч рублей или одним контрактом сидеть, там впилиться, конечно, можно. А если вам надо 100, 200, 300 контрактов залить, каким хером здесь образом можно его залить? Да никаким, правильно? То есть, вот обычная ситуация. Я понял вас. Александр, вопрос у меня. Значит, видим, что Банк России самоустранился вчера и сегодня, рубль падает, от рубля в частности. Как думаете, это денег нет или просто хотят помочь олигархам немножко предопустим, так сказать, рубль отпустить, чтобы у них выручка валютная подороже стоила? Они сами зарабатывают. То есть, вы их разоблачаете? Деньги есть. Как их нет? Если просто взять, взять обыкновенно динамику, вот. Мы же не просто вот палкой вверх идем, правильно? Да, агрессивные идут скупки, да, то есть, агрессивно все. Ну, в любом случае, от кого это все зависит, реально, правильно. Кто же рынок контролирует по-любому? Если идут всплески, идут тренды, не отпускают цены, высаживают, а высаживают очень грамотно, да. То есть, например, на 62 сегодня сделали шпильку, опустили практически на 600 пунктов вниз и резко, быстро выкупают, выгоняют всех. Это же умные делают, это умные деньги работают. То есть, здесь как бы... Я понял вас. Ясненько, Александр, поняли вас. Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. И вам, ребята, всего хорошего. Всех благ и до свидания. До свидания. До свидания.